МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы работаем в прямом эфире. Это программа «Подоплека». Мы продолжаем работать пока в ковидном режиме, то есть в утреннее время, а не в наше обычное. И сегодня обсуждаем тему авиации. У нас на прямой связи через Zoom уважаемый специалист в сфере гражданской и коммерческой авиации Артур Кокарс, исполнительный директор Латвийской ассоциации авиации. Добрый день, Артур. Добрый день. На прошлой неделе прозвучала информация о том, что Рижский аэропорт впервые за многие годы утерял лидерство в авиационных перевозках, утерял свою роль хаба балтийских и северных стран. И, конечно, эта новость очень взволновала сообщество наше профессиональное транспортное и, конечно, взволновала людей, потому что, конечно, то, что из Риги можно было улететь в 80 направлений и то, что это был крупнейший действительно транзитный аэропорт, это придавало гордость всем жителям Латвии и, конечно, возможности для путешествий, которые, к сожалению, из-за пандемии были резко ограничены и сейчас остаются ограниченными. Вот как вы с профессиональной точки зрения можете прокомментировать эту новость и, ну, действительно ли она такая трагичная, есть ли выход из ситуации, как видите вы в ассоциации эти возможные пути решения проблем аэропорта и авиаперевозок в целом? Да, добрый день еще раз. Конечно, то, что сейчас происходит в авиации и в международном туризме, это глобальный кризис, который мы раньше не могли планировать и предвидеть. И страдает индустрия в глобальном масштабе, не только Латвия. Почему авиация в Латвии сейчас немножко потеряла свои позиции, это в том числе из-за того, что Латвия до решения вчерашнего дня Кабинета министров была единственная страна в Европе, которая запрещала полеты третий страны. Для Риги третий страны это всегда был источником в основном транзитного потока. И поскольку наши ближние соседи позволяли летать в эти страны, поэтому и произошел перекос в статистике, поэтому аэропорт на сегодняшний день действительно потерял свою доминирующую роль. Но на самом деле не все так страшно, как я говорил, то, что происходит сейчас, это нестандартная ситуация. И из этой ситуации у нас есть достаточно хорошие возможности выйти и вернуть свое лидерство. Я хочу отметить, что вчера Кабинет министров принял решение 17 марта восстановить сообщение с этими странами. И это нам дает надежду, что авиационная отрасль потихоньку начнет восстанавливаться. Здесь я хочу немножко пояснить суть вопроса. Третьи страны для нас, конечно, это на слуху. Это Москва, это Киев, Украина, это Белоруссия, это чартерные поездки на Египет, Тенерифе. Поскольку из аэропортов Вильнюса и Таллина такие рейсы уже были достаточно давно позволены, это не значит, что латвийские граждане перестали путешествовать. Они просто стали более активно использовать наши соседние аэропорты. То есть мы для Вильнюса и для Таллина стали транзитными пассажирами? Совершенно верно, совершенно верно. И это мы видим, в том числе у нас очень хорошее партнерство с ассоциацией туризма. И мы видели, что, допустим, начартанные рейсы в неделю из Латвии в Литву уезжали где-то 500 путешественников в неделю. В чем проблема? Не то, что плохо, что они путешествуют в Вильнюс, а плохо в том, что это усложняет логистику туризма. То есть это дополнительные риски, в том числе и для здоровья. Потому что если человек летит с аэропорта Рига, то есть у него должен быть тест перед вылетом о негативном на ковид, он обязательно проверяется, что у него заполнены все ковид-пассы, что у него все документы правильные, и он хорошо отслеживается. Если человек возвращается из Египта через Вильнюс, и потом автотранспорт возвращается в Ригу, мы уже видим по статистике, что на прошлую неделю должны были вернуться около 500 путешественников. А то, что мы видим по статистике наполненных ковид-пасс, это где-то 50 человек всего по статистике. То есть мы видим там откровенную нестыковку данных. То есть люди пытаются оптимизировать информацию, которую они заполняют в своих данных. Если полет происходит через аэропорт Рига, то такие манипуляции невозможны. То есть аэропорт Рига и, соответственно, и пограничная служба, и все остальные, и авиакомпания совершенно четко знает маршрут, откуда человек приезжает. У нас есть все данные. То есть этот человек, он, во-первых, и так прилетает с негативным ковид-тестом. Он должен еще здесь, одна из возможных, что он должен здесь еще провести тест, обязательно вернуться с негативным тестом. Ну, то есть даже если он потом оказывает, что он заболел, он очень легко отслеживается. Что невозможно, если он путешествует другими путями. Поэтому это решение сейчас открыть небо для третьих стран, это не смягчение требований, а наоборот, это должно улучшить и отслеживать информацию по тем пассажирам, и улучшить статистику, что где, как происходит. Скажите, Артур, а как получается, что 500 человек, которые уехали через Вильнюс, обратно не декларируются? Ведь пересечь границу, не предъявив вот этот QR-код и этот ковид-пас невозможно. Каким образом? Если человек вылетает авиационным транспортом, то проверка документов 100%. Если человек путешествует наземным транспортом, то проверка тоже возможна, но она селективна. И мы совершенно четко понимаем, что чтобы провести на наземных дорогах эту проверку на 100%, это надо закрывать границу. Это мы не можем сделать. Поэтому о том и речь, что авиационный транспорт более... Подвержен контролю. Более подвержен контролю и более логичен именно в плане эпидемиологической безопасности. У нас есть звонок, давайте послушаем, что нас хотят спросить. Добрый день, вы говорите, задавайте вопрос. Доброе утро. Доброе. Мне непонятна логика нашего правительства. Они выделяют деньги на помощь аэрбалтик. И в то же время своими постановлениями они не дают работать. Сейчас разрешили полеты в третьи страны, но очень к ограниченному количеству людей. То есть на похороны, там еще что-то такое, все не могут поехать. Вы знаете, у меня закрадывается это не только у меня, такое впечатление, что может быть кому-то у нас в Латвии в верхах выгодно наш аэрофлот опустить. Спасибо. Спасибо, да. Нет, я вас могу заверить, что данная ситуация никому не выгодна. И приоритет, конечно, это безопасность. И авиационная ассоциация, и в том числе авиакомпании, с которыми аэропорт взаимодействует, в приоритет ставит безопасность и здоровье. Это во-первых. Конечно, мы уже достаточно давно говорили, что авиатранспорт более безопасен, чем наземный транспорт. Поэтому быть уникальным в запретах, это не работает. Это создается мимая борьба с вирусом, а не фактическая. Поэтому мы и предложили то, что и говорим, что у нас тоже бы проводили исследования. И мы видим, что авиационный транспорт и в салоне самолета, и во всей цепочке сервисов проводят все необходимые процедуры, процессы безопасности, для того, чтобы путешествие было безопасным. Хочу еще более сказать, что туристическая индустрия тоже разработала свой протокол безопасного сервиса. И то, что полетят сейчас туристы в третьи страны, это не значит, что они сразу будут привозить сюда, все будут превозвращаться больными. Протоколы безопасности для туристов также важны, как и для авиации, потому что они не заинтересованы быть виновными в трансмиссии вируса. Поэтому, опять же, если человек летит в Египет, у него должен быть тест, он коллективно, то есть это формируется такое, как пузырь, он организованно отводится в гостиницу, контакты перекрестные, минимизированные до абсолютного минимума, не проводятся, и тоже в Египте, и в других странах не проводится никаких общих мероприятий, гуляний. Это такой пузырь, где возможность перекрестных встреч минимизирована очень сильно, и поэтому туристическая отрасль тоже говорит, что контролируемый туризм более безопасен, чем нелепые ограничения, запреты, которые фактически мы видим, что не действуют. Аэрболтик, что касается вопроса самого, Аэрболтик находится, конечно, в тяжелой ситуации из-за всех этих запретов, но на данный момент авиакомпании очень важно собирать, проводить продажи, собирать пассажиров, чтобы как минимум закрывать текущие расходы. Если авиакомпания с этим справляется, и она с этим справляется, значит, после увеличения процесса вакцинации понятно, что пассажиры вернутся к путешествиям, и авиакомпания возвратится на рынок в полном масштабе еще более сильная и с более хорошими показателями, потому что очень важно знать, что Аэрболтик в это время уже провел очень серьезную реформу в своей структуре, и у нее уже новый экологичный, экономичный флот, с которым она готова выйти на рынок с меньшей затратной базой, чем это было до кризиса. Поэтому в плане конкуренции Аэрболтик находится в хорошей позиции, и государственная помощь, которая была предоставлена авиакомпании, она удерживает эту компанию сейчас возможность того, чтобы она могла вернуться на рынок. Конечно, если ограничения продолжатся еще все лето и всю осень, эта помощь тоже безлимитна, и, возможно, помощь понадобится, но это крайняя мера, и мы видим, что вчерашнее решение Кабинета Министров даст возможность авиакомпании вернуться медленными шагами на рынок и начинать работу. Мы, конечно, видим, что пассажиры это не будет сразу огромный поток, мы не придем к числам 2019 года, это будет восстановление отрасли шаг за шагом, но главное, чтобы у нас не было каких-то механических ограничений, уникальных со всеми остальными. Грубо говоря, так, если всем плохо, то всем плохо, если все начинают работать, то давайте начинаем работать мы тоже, но самое главное это начинаем работать безопасно. Артур, скажите, а вот по вашему прогнозу восстановление шаг за шагом, сколько может занять времени? Ну, понятно, что очень сложно предсказать, какова будет ситуация эпидемиологическая, но все-таки при хорошем развитии событий, ведь люди не только соскучились по путешествиям, но есть и фактор опасения, да, то есть даже если все границы откроются, вряд ли сразу же восстановятся привычки людей, путешествовать, куда-то ездить? Да, очень хороший вопрос, спасибо. Ну, как сказать, люди вернутся к путешествиям, это безусловно, потому что это свобода, это возможность передвижения, и тот, кто бы смог прогнозировать точно, как будет происходить восстановление, наверное, стал бы очень богатым человеком. Мы можем исходить из той информации, которая у нас есть сегодня, и сегодня мы видим, что постепенное восстановление с учетом того, что мы вернемся хорошему темпу вакцинации, конец этого лета, осень, когда полеты действительно начнут восстанавливаться уже в каких-то как бы разумных рамках. само восстановление до 2000 показателей 2019 года, к сожалению, мы видим, что это несколько лет займет в отрасли, как минимум 23, 24, даже 25 год, но надо понимать тоже одну вещь, что услуги авиационные изменятся, то есть процедура документов и прохождения она изменится, все большие сотрясения давали свои коррекции в сервисах, то что после теракта 11 сентября очень сильно изменились процедуры безопасности. Хорошо, Ардур, давайте мы об изменениях в авиации поговорим после коротенькой паузы, сейчас буквально 2-3 минуты мы уйдем на рекламу и будем ждать ваших следующих комментариев через 2-3 минуты и также звонков радиослушателей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжаем программу подоплек обсуждаем ситуацию в авиации с исполнителем директором Латвийской ассоциации соответствующей авиационной Артуром Корректор А.Егорова остановились мы перед перерывом на том, что услуги авиации изменятся и в какую сторону продолжите свою мысль Артур пожалуйста. Формат услуг изменится и некоторые направления видны уже сегодня. Арболтик уже начал внедрение с сервиса так называемой Аято Травел Пасс который окончательно заменит все бумажные планки которые необходимы перед полетом это направление в сторону диктализации и Аято Травел Пасс он будет объединять в себе информацию и о персоне которая путешествует и о билетах на руках пассажира и о прививках о его негативных тестах то есть это объединит всю информацию в общую систему которая позволит даже улучшить пропускную способность через аэропорт и через процесс регистрации это одно направление второе абсолютно понятно что дистанционная коммуникация из-за ковида развились ну как минимум 10 лет вперед за этот один год поэтому мы абсолютно уверены что бизнес пассажиры процентуально уменьшится в перевозке что это значит это значит что ну всегда за счет бизнес пассажиров в каком-то объеме субсидировались те дешевые билеты эконом-класса это меньше касается региональных перевозок то есть внутри европейские перевозки восстановятся достаточно быстро и здесь мы уже видим что конкуренция будет очень серьезная это коснется в основном дальнемагистральной перевозки и восстановление дальнемагистральных рейсов однозначно будет более медленным и билеты наверное все-таки здесь подорожают потому что как я говорил количество бизнес пассажиров сократится и процесс для диктализации он абсолютно неизбежен потому что это сейчас один из приоритетов в том числе программ Евросоюза я думаю что достаточно в ближайшее будущее столкнемся уже с тем что мы в процессе прохождения сервисов в аэропорту уже не будем общаться с людьми а будем общаться с машинами с искусственным интеллектом с процессами автоматизации на любом на любом этапе ну самое последнее конечно это будет уже процессы безопасности досмотра ну и там я думаю что некоторые подвижки возможны но мы уже не увидим в аэропорту обслуживающий персонал там чекин прохождение границ как это мы видим сейчас это все будет автоматизировано ну все это да основные основные это основные факторы то что то что изменится дигитализация и так дигитализация и второй момент это изменение структуры перевозок между пассажирскими грузовыми среднемагистральными дальнемагистральными безусловно это изменится Артур хорошо вот дигитализация это конечно прекрасно но все это кто-то должен финансировать машины стоят денег программы стоят денег и вот в этом плане какие-то сейчас вы уже обсуждаете проекты с министерством может быть сообщения кто может оказать помощь отрасли в этом ключе сейчас начинается новый цикл формирования проектов Евросоюза финансирования Евросоюза к сожалению авиация в этих процессах в прямую уже не сможет участвовать Евросоюз достаточно четко сказал что расширение авиационной инфраструктуры из денег Евросоюза финансироваться не будет это понятно но здесь есть другое нам надо быть более более активными в тех направлениях которые все-таки совпадают со стратегией Евросоюза это во-первых зеленый курс это улучшение снижения влияния на природу и уже упомянутая дигитализация и здесь я думаю что авиационная отрасль будет способна инициировать проекты которые позволят развивать это направление но с этим еще надо поработать то есть в рамках нашей ассоциации мы уже провели некоторые опросы нам уже более-менее понятно в каких направлениях такие проекты могут развиваться но будем сейчас как социальные партнеры разговаривать с министерствами и с правительством о том чтобы авиация все-таки какое-то финансирование публичное получила в этом но здесь опять же нюанс зеленые технологии это хорошо состояние было девелопмент и так далее тоже прекрасно но все эти технологии во-первых должны быть эффективными то есть они должны быть окупаться в процессе их внедрения и эксплуатации то есть они должны привести не к удорожанию авиационных услуг а к удешевлению и как я уже говорил процесс неизбежен что человеческий ресурс сервисов обслуживания однозначно уменьшится и это будет заменено технологиями в том числе улучшится пропускная способность элементов инфраструктуры и это тоже позволит более оптимально планировать инфраструктуру и перелетов и в том числе аэропортов терминалов и так далее вы говорите об уменьшении человеческого ресурса я слышу о том что рабочие места которые были сокращены уже за прошедший год они так и не восстановятся если на смену людям придут роботы вот сколько примерно людей авиационная отрасль ну рабочих мест сократила за прошедший год есть у вас данные такие точные данные еще сейчас рассчитываются но в общем так на на уровне ощущения это где-то 40 процентов сокращения и в этом в этом плане вы как социальные партнеры думали ли вы о том как этих людей трудоустроить перепрофилировать есть ли такие проекты программы может быть в министерстве сообщения может быть совместно с министерством экономики ведь это молодые образованные люди которые ну наверное очень нужны на рынке труда но если по своей специальности по основной они не могут найти работу и этой работы и впредь не будет то тогда надо думать о том как их использовать в народном хозяйстве то что касается авиации конечно уменьшение трудозатрат неотбежно но повысится спрос повысится спрос на квалифицированные работы на экспертные квалификации и то что то что уже сейчас абсолютно понятно что такие профессии как как пилот как диспетчера воздушного движения как технический персонал которые обслуживают самолеты наоборот в этих направлениях спрос будет увеличиваться и хочу отметить что авиация всегда была и сегодняшний день это работодатель который платит очень большие зарплаты больше чем среднее среднее статистические по стране поэтому поэтому конечно один из приоритетов нашей ассоциации это взаимодействие с тоже с правительством по вопросам доступности финансирования получения квалификации допустим государственные гарантии для получения лицензии пилота или диспетчера или обучения квалифицированного инженера здесь отличается уровень затрат если в университете один студент в год обходится где-то 5 плюс-минус тысяч евро то для того чтобы обучить одного пилота необходимо 80 и 90 и 100 тысяч евро уровень затрат совершенно другой но и уровень зарплаты уже когда пилот начинает работать он базовая зарплата тоже сильно отличается и эти государственные кредиты государственные инвестиции которые были бы доступны нашей молодежи они окупились мы проводили такие расчеты они окупились уже за несколько лет то есть это краткосрочная инвестиция развития компетенции которая бы вернулась десятикратно обратно государства и это однозначно наш серьезный большой приоритет необходимо государственная программа чтобы наша молодежь смогла обучаться этим техническим квалификациям это приоритет номер один то есть без этого мы будем очень сильно страдать это будет ограничивать наше развитие бизнес конечно будет искать решение и мы уже видели что бизнес если не может обучить или нанять специалиста на месте то такие специалисты закупаются из-за границы а наши местные то есть конечно студенты понятно что молодой семье или молодом студенту сейчас взять кредит на 80 тысяч евро чтобы получить пилотское образование это нереально нереально и допустим наша компания уже работает по схемам как как софи сок кредит там есть некоторые программы уже с банками с алтумсом и ищутся пути решения но это это на уровне отдельной компании а здесь необходима конечно государственная программа ну то есть государство должно осознать что этот приоритет и соответственно этот приоритет как любой другой нужно финансировать и при этом делать это достаточно оперативно потому что ситуация меняется очень стремительно вот еще один вопрос который я хотела бы обязательно вам задать это перепрофилирование пассажирских самолетов грузовые вот идея которую вы обсуждали буквально полгода назад о создании грузовой авиакомпании в Латвии насколько удалось убедить социальных партнеров и правительства в том что такой проект необходим да ассоциация однозначно поддерживает инициативу создания грузовой авиакомпании в Латвии и здесь даже не вопрос что это даст аэропорту или что что это даст авиации вопрос что это даст нашим экспортерам нашим экспортерам это даст возможность доступа на те рынки сбыта которые на сегодняшний день недоступны мы видели когда только что кризис начался что те государства у которых были свои собственные перевозные мощности авиационные они смогли оперативно решать задачи логистики притом они используют там спекулятивные цены которые завинтили международные авиакомпании в этот кризис это доступ на рынке это возможность опять же продавать нашу продукцию при том у нас есть что продавать это не то что там надо что-то выдумают у нас есть и в молочной и в мясной и в интеллектуальной IT сфере у нас есть продукты где мы можем консолидировать грузы и отправлять в дальнее зарубежья где по другим способам мы не имеем доступа сейчас с правительством и процесс все еще продолжается я не могу к сожалению сказать что эта идея получила такое получила бурную поддержку но идет планомерный процесс где наши наши эксперты специалисты пытаются обосновать что это один из реальных способов чтобы латвийская экономия более эффективно более быстро вылезала из экономического кризиса в сторону дальних рынков в сторону экспорта продукции разного сорта ну вот скорость принятия решений конечно она очень важна потому что могу привести пример так сказать из такой своей можно сказать личной практики да когда невозможно было вылететь из Лондона по эпидемиологическим соображениям ну по несогласованию протоколов документов которые существуют между Латвией и Великобританией то человек воспользовался услугами авиакомпании Лот то есть она очень активно действует сейчас на рынке это польские авиалинии она буквально декларирует что нам достаточно для того чтобы пассажир зашел на борт его паспорт и посадочного талона все варианты которые связаны с тестами со здоровьем и так далее человек в индивидуальном порядке решает уже на месте куда он прилетел ну можно спорить о том насколько эта политика оправдана но нельзя наверное отрицать того что такая агрессивная деятельность авиакомпании на рынке на котором все немножечко так застыло в ожидании в страхе она в общем заставляет задуматься не получится ли так что пока мы думаем там о грузовых перевозках какие-то вынашиваем проекты вот такие ушлые конкуренты как поляки просто нас обскачут тем более что в грузовых перевозках по железной дороге поляки уже прочно утвердились во вслуживании например тех же экспресс поездов из Китая да спасибо хороший комментарий Латвия находится на периферии Евросоюза у нас нам достаточно сложно войти в большие регистральные потоки грузовых перевозок поэтому поэтому наличие перевозчика у себя улучшить возможность как экспорта нашей продукции так и транзита через Латвию потому что транзит достаточно такой текучий он находится там где более удобно где более хорошие условия и это не только аэропорт не только авиакомпания это и таможенные сервисы это и дигитальные решения прохождения документов это быстрота и сервисы и так далее у нас есть очень хороший пример как нам удалось развить с помощью иришского аэропорта удалось развить направление на Китай электронная коммерция Латвийская почта ключевой участник этого проекта но этот проект он в любой момент может кончиться мы на данный момент не видим инвестиционные компоненты чтобы те международные игроки базировались у нас в этом плане тоже хороший пример это компания DHL которая уже достраивает свой новый логический терминал логистический терминал в аэропорту Рига и это понятно что DHL здесь останется на долгие лета и будет работать долго и уверенно китайское направление конечно здесь отсутствует той инфраструктурной компоненты тех преимуществ чтобы мы понимали что это действительно серьезное долгосрочное направление конечно здесь есть тоже свои подвижки нам удалось в этот кризис нарастить транзит китайской электронной коммерции в Украину в Беларуси в ближние зарубежья то есть тоже проводится серьезная работа и аэропортом и почтой но необходимо более системно тоже работать в этом направлении и очень важно привлекать новых партнеров новых форвардеров которые могут именно магистральные грузы привести к нам ну как один пример тоже могу добавить что вот эстонская компания Омнива тоже сейчас неплохо работает рядом рядом с аэропортом у них сейчас новый комплекс сортировочный но конечно есть нюансы которые мешают вместе с Омнивым работать по именно этим магистральным грузам то есть вы имеете ввиду обслуживание прямых рейсов из Китая в Ригу да да то есть это делится на эти перевозки делятся на несколько компонентов это магистральная перевозка это логистический сервис транзитных пунктов и так называемая доставка последние мили и этот бизнес настолько маргинален что каждый цент и каждая минута каждый час влияет на решение логистической компании через какое центр они будут будут провозить свои грузы и для Риги там очень серьезные вызовы очень много работы еще надо провести чтобы чтобы наращивать эти грузопотоки аэропорт только что построил новый грузовой перрон ДХЛ сейчас строит свой логистический центр только что закончился конкурс у аэропорта на средство нового логистического центра позитивные подвижки есть но необходимо развивать то международное сотрудничество которое привлечет сюда серьезных глобальных игроков нам надо выходить из скажем так уровня сельского хозяйства нам надо выходить на уровень международного бизнеса это очень хорошее пожелание сегодня мы в программе подоплека обсуждали перспективы авиации ситуацию в этой сфере с Артуром Кокарсом который является исполнителем директором латвийской ассоциации авиации как видим профессионалы авиационной отрасли очень активно занимаются продумыванием и подготовкой проектов для того чтобы вывести эту отрасль на новый уровень современный уровень который ну благодаря пандемии здесь по поговорке не было бы счастья да несчастье помогло сделал буквально прыжок в технологическом развитии и очевидно что эта сфера будет и дальше развиваться в сферу в сторону дигитализации в сторону упрощения процедур упрощения документа оборота и перевода этого документа оборота в электронную форму это затронет и грузовые перевозки и нас всех пассажиров я надеюсь что мы в скором времени вернемся на борта самолетов которые будут вылетать и вот благодаря решению нашего правительства вчера у нас появляется возможность отправиться куда-то на отдых в коконе с формированным туристическими компаниями вот так вот резюмируя наш сегодняшний разговор могу сказать пожелать успехов и позитивного мышления нам всем поблагодарить Артура Кокурса за участие в программе подоплека звукорежиссером в студии сегодня был Евгений Копеин а программу провела Людмила Прибыльская всего доброго спасибо удачи вы слушаете радио болтком